Вопрос о том, что такое метафорические ассоциативные карты, являются ли ими Таро или не являются, или метафорические ассоциативные карты являются картами Таро. В общем, ху из ху. Действительно, исторические и Таро, и метафорические ассоциативные карты стали использоваться в клиниках, в первую очередь в психиатрических клиниках одновременно. примерно в 70-х годах прошлого века, 20-го столетия. Отличия. Таро имеет за собой строгий порядок, имеет значение, помимо индивидуального опыта, восприятия клиента, имеет еще несколько значений, архетипических смыслов, которые стоят за тем или иным изображением. Таро изобилирует символами, символы содержат в себе понятия многих культур, исторических эпох и народов. Поэтому этот факт мы не можем отрицать. За Таро, конечно, еще плюс есть шлейф магии, гадания, прорицания, каких-то значений, которые очень ригидны. Что в аркан смерти это всегда про трагедию, про какой-то кризис, про умирание. Может быть, за ним клиент видит совершенно другое. Мы как психологи, как психотерапевты, мы за этим другим, за его индивидуальным смыслом и идем. И дальше работаем с этой темой. Мы ни в коем случае не говорим о том, что было прочитано в учебнике или в сборнике, как трактовать ту или иную карту. Метафорические карты же отличаются. Там нет иерархии, там нет нумерологического значения, там нет никакого порядка. Каждую карту мы рассматриваем в отдельности, без связки с чем-то. И метафорические карты даже нарисованы в очень расплывчатом стиле, похожий на импрессионизм. Там, где есть очень много фантазии, такого состояния, которое похоже на сон, неясности. Там мало границ, одно перетекает в другое. Там больше вот этого субъективизма. Но, посмотря на некоторые колоды, которые сейчас рисуют, мы также увидим микс, многое привносится и из Таро в культуру изображения метафорических ассоциативных карт. МАК, их также называют. Также я вижу, коллеги выкладывают, но иногда здесь торологи курят в сторонке, хочется сказать. Вот эти вот расклады на МАК. Во-первых, самоаббревиатура, метафорические ассоциативные карты и МАК. МАК связан с какой-то магией. Вот это выражение ЯМАКи использую. Меня всегда немножечко передергивает, когда я такое слышу. И расклады, что эта карта на этой позиции обозначает это. Нет, мой дорогой клиент, ты видишь неправильно. Я тебя сейчас научу, как надо правильно видеть. То есть коллеги заигрываются и в такое даже. Плюс еще метафорические ассоциативные карты или проективные карты. Проекция. Вынесенность внутреннего мира вовне, во что-то внешнее. Я свое личное, свое внутреннее вижу во внешнем. В метафорических ассоциативных картах появляется все больше и больше символов. Все больше и больше магических таких образов, сюжетов. А вот там появляется сюжет. То есть есть начало, есть развязка, есть кульминация, есть конец, который уже является определенной структурой и подобием карты Таро. В МАК также есть много буквальных названий из Таро. Мы видим и чистого императора, и императрицу, и шута, и так далее. Всех этих же самых персонажей. Они перекочевали из одной колоды в другую. Хотя есть также метафорические ассоциативные карты, колоды, которые не связаны вообще с какими-то сюжетами. Например, колода Эко. Вообще абстрактная, полностью абстрактная. Но пытливый ум и психопатология, конечно же, может увидеть и в колоде Эко старше Аркана Таро. Поэтому мой ответ будет таким. Это две разные системы, но они очень похожи. И часто в зависимости опять от автора той или иной колоды, эти знания, эти практики, символы переходят из одной системы в другую. Напишите свои комментарии, кстати. Поделитесь мне, какие ваши любимые колоды Таро, колоды МАК, любимые, какие вы часто используете, и какие из них похожи между собой. Субтитры создавал DimaTorzok